Всем привет, с вами снова ледяное и очередное видео, посвященное приставочке, которое опять же есть скорее всего не у всех. И после появления SEGA Gofer 1 и SEGA Gofer 2, возможно, она стала неактуальной, но мне она нравится по нескольким пунктам. Да, она очень похожа в прошлом выпуске, была приставочка вот такая вот Dengue со слотом для картриджа, и здесь такая же SEGA. Вот сюда вставляются картриджи. Здесь у меня шторка работает. Кнопки расположены по классике, ABC, XYZ, Start Select, ну и крестовидно очень удобная, раздельная, мне она очень нравится. Также она подключается к телевизору, вот он разъемчик. Также ползунок для зарядки, перевод из режима 50-60 Гц, зарядка mini-USB, что в принципе удобно, можно заряжать от пауэрбанка в дороге. И вход для наушников. Встроенные игры, вот они. Их немного, 19, в принципе, не самые хитовые игры, тут отсвечивает немножко. Но я озвучил Кимитон, Штрифт оф Рэйдж, Соник, Аликс Кит, Рэмбо, Миссис Пэкман, Стритфайтер, Соник Спринг, ну такие. Вот, но я собственно покупал ее для того, чтобы играть в пути в картриджи. Да, такая вот мне очень нравится, когда в дороге, можно ставить спокойно картридж, приставочку. Достаем. Да, он новодельный, к сожалению, старый картридж, последний картридж, последний у меня нету. Берем, вставляем картридж в нашу приставочку. Садится достаточно плотно, смотрится, на мой взгляд, ну, эргономично. Включаем приставку, и вот она, знаменитая заставка Булгермана. На видео краски выглядят не так сочно, как в жизни, но поверьте, дисплей тут хорош. Да, он маленький, но выдает сочные краски. И сейчас начнется наша игра. Все также шустро происходит на этой приставке. Бодермен двигается очень плавно, очень отзалевчив на кнопки. Никаких дополнительных усилий прилагать не нужно. Ну, да, забыл. Касаемо встроенных игр. Вот, к примеру, Kinitun. Загрузка происходит так же быстро. Приставочка по весу вообще очень приятная лежит в руках. Форма PSP. PSP повлияла на многие такие китайские новоделы, и это к лучшему. И вот он, Kinitun. Никогда не умел играть эти быстрые игры, если честно, но, собственно, почему-то показатель шеломена ее на этой приставке. Теперь повсерединяем нашу приставочку к телевизору. Вот сюда. Ползунок включения. Не пошла игра по телевизору. Опять же, не растянутое изображение, что радует. Краски сохранили сочность. Пикселей практически не видно. Ну, смотрите. Булермен. Встроенная игра на телевизоре выглядит ничем не хуже. Раз уже начали показывать на примере Kinitun. Собственно, я на нем и покажу. Ну, вот. Вот так выглядят примерно наши игрушки. Так что, ну, вот такая портативная консоль для поклонников игр Sega. Если не нравятся эмуляторы, как Sega Gofer, Sega Gofer 2, то вот эта приставочка вполне подойдет. Подвиж можно играть в ваши картриджи, которые, возможно, вы купили недавно, возможно, сохранились с вашего отец. Спасибо.